Типы успешных мужчин. А как понравиться успешному мужчине? А как привлечь успешного мужчину? Его родители обеспечены, и он тоже же с виду может ездить на хорошей машине, он может быть вполне ухожен, и даже с хорошим образованием. Обычно такие мужчины на свиданиях, когда ты им задаешь вопрос, а где ты работаешь, чем ты вообще в жизни занимаешься, звучит много понтов. Они любят повыпендриваться, они любят рассказать, какие они крутые, какие они важные. И такие примеры из известных людей, которые быстро мне приходят на ум, я могу отнести Тимати. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И в этом видео я хочу разобрать типы успешных мужчин, почему это важно, потому что многие из вас задают вопрос, а как же привлечь успешного мужчину? А какие девушки нравятся успешным мужчинам? Можно привнести долю ясности в этот вопрос, чтобы вам самим было еще более понятно, с каким мужчиной вам действительно по пути, а с каким мужчиной не по пути. Какой мужчина вам больше подходит, какой меньше. И это также объяснит их поведение. Почему одни мужчины ведут себя так, а другие ведут иначе. Кстати, более подробно о типах мужчин, кто такие сильные мужчины, кто такие на самом деле слабые мужчины. Эти и другие вопросы мы более подробно разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Действуй. Итак, первый тип успешных мужчин – это сын богатых родителей, который при этом наслаждается деньгами родителей. Его родители обеспечены, и он тоже же с виду может ездить на хорошей машине, он может быть вполне ухожен и даже с хорошим образованием, и при этом даже у него может быть хорошая должность или карьера, или же хороший бизнес. Но если копнуть глубже, по правде говоря, это все то, что ему, скажем так, на блюдечки принесли родители. Если по-честному задуматься, прилагал ли он какие-то суперусилия для того, чтобы достичь этих результатов – нет. Эти результаты ему принесли на блюдечки. То есть ему сказали – вот тебе должность, или вот тебе готовый бизнес управляй, вот тебе там хорошее образование, мы тебе оплатили, просто учись там, сдавай экзамены. Важно понимать, что со стороны, конечно же, сразу это может быть непонятно, что именно этот мужчина является этим типом. Просто задумайся, какая мотивация у этого мужчины. Ты должна понимать, что он просто наслаждается жизнью. И, скорее всего, если в его жизни получится какая-то трудность, или какая-то резко смена картинки, резко смена контекста, не значит, что все мужчины из этого типа, определенной части их не смогут справиться с трудностями. И обычно, например, такие мужчины любят выпендриваться. Обычно такие мужчины на свиданиях, когда ты им задаешь вопрос – а где ты работаешь, чем ты вообще в жизни занимаешься, звучит много понтов. Услышьте меня, я сейчас не говорю, что все мужчины, которые сыновья богатых родителей, все такие. Я сейчас описываю один тип таких мужчин, и потом я пишу следующим, это будет следующий тип таких мужчин, но которые более грамотно воспитаны. Обычно такие вот первые типы, они там грубят официантам, они очень бывают невежливы с людьми, они не уважают персонал, они не уважают людей, которые работают администраторами, охранниками, хостесом в отеле. И когда ты у них спрашиваешь, а где ты работаешь, чем ты занимаешься, они любят повыпендриваться, они любят рассказать, какие они крутые, какие они важные. Зачастую этот тип мужчин именно такой. Кому нравятся вообще такие мужчины? Обычно классно с такими мужчинами, хотя бы первое время, это будет с такими же девушками. Если ты или девушка выросла в богатой семье, то они как бы друг друга понимают, они как бы друг другу равня. Нет, я не говорю, что там, значит, гарантированно будут счастливые отношения, я сейчас не об этом, но таким людям будет более комфортно вместе. Итак, следующий тип мужчин, это сын богатых родителей, но при этом который трудится. Да, он получил хорошее образование, да, детство у него было сладкое, но при этом в него заложили правильные ценности, в него заложили, что если ты хочешь дальше так круто жить, ты должен трудиться и должен сам влиять, создавать свои результаты. И знаете, чем чаще я смотрю интервью мужчин, которые сделали себя сами, и у них часто задают вопрос, а вы оставите ли вы свое наследство, свои деньги своему сыну? И все чаще я слышу такой ответ, что нет, заработанные деньги, свои миллионы, миллиарды я или отдам на благотворительность, или на проекты. И я считаю, что мой сын должен, да, я ему дам образование, это самые важные цены, я ему дам свой пример, но мой сын будет сам трудиться и сам создавать себя. И не потому, что я жадный, не потому, что я плохой человек, а потому, что я верю в свое сына и верю в его потенциал, и знаю, что у него все получится. И такие примеры из известных людей, вот, которые быстро мне приходят на ум, я могу отнести Тимати, да, все знают, что у него там отец богат, но при этом я считаю, что он трудится, он сам себя создал, свои результаты, которые он сейчас имеет, хотя платформа у него была неплохая. Да, и если посмотреть на мышление первого типа мужчин и второй тип мужчин, это кардинально разное мышление и разные ценности. Это уважение к другим людям, это уважение к заработанным деньгам, это понимание ценности денег, понимание, что все, что хорошее в жизни есть, за этим стоит труд, а это не просто какая-то халява. И если первые, они больше, знаете, про потреблять, наслаждаться, про забирание, то второй тип, это про, и да, получать удовольствие от жизни, но при этом создавать это удовольствие, создавать плацдарм, создавать платформу, трудиться и получать удовольствие. Это мое мнение. Следующий тип мужчин, это те мужчины, которые успешны на волне какой-то удачи, да, то есть он шел, 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 работал в какой-то компании, и тут бац, его повысили. Или он там занимался бизнесом, и тут бац, какой-то сезон, либо какой-то всплеск, и он резко в моменте зарабатывает больше денег. Или вот был хайп криптовалюты. Кто-то там вложил случайно в эту криптовалюту и резко заработал много денег, да, и что тогда чувствует человек? Он, понятно, что кайфует, он наслаждается, он начинает тратить, он начинает вот как бы жить на широкую ногу, он почувствовал какую-то некую свою силу. Но важно понимать, что эта сила временна. Если этот человек в момент вот этого хайпа, он не поймет, что нужно продолжать инвестировать в себя, трудиться, получать знания, и чтобы закрепить этот некий всплеск, нужно заложить хороший фундамент. Или это мужчины, например, которые, они сидели там годами на должности, получали какие-то привилегии, получали хорошие зарплаты, были у них какие-то связи, тут раз какое-то сокращение, или раз там какая-то политическая ситуация поменялась, и все, этот человек уже не на должности. А пока он был на должности, он, опять же, потреблял, 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 он забирал, он не вкладывал в себя, не вкладывал в свое развитие. Очень яркий тому пример – это приход интернета. Да, вот много предпринимателей, которые не разбираются в интернете, и это тоже один из примеров, когда этот предприниматель, скажем так, 90-х или 2000-х, пока у него шла тема, он получал деньги, но при этом он не учился интернету, при этом он не выстраивал команду, он просто потреблял. Да, и часто вот девушки, жены таких мужей не пишут. Раньше мы жили классно, а вот тут сейчас с мужем случилось какое-то там сокращение или бизнес, что-то разрушилось, и все, и теперь мужчина в депрессии, очень долгое время теперь мужчина пьет, теперь его понесло по наклонной. Это как раз один из типов таких мужчин. Важно понимать, да, что за успехом мужчины стоит. И здесь, в данном случае, в данном типе мужчин стоит некая случайность, некая удача. Да, бывает такое, что появляется удача, приходит, и мужчина в этот момент себя еще достраивает, да, продолжает себя инвестировать, знания, строит команду, тогда он закрепляется. Но большинство из таких типов мужчин, они просто потребляют, и за это рано или поздно они расплачиваются. Но опять же, если с виду мы посмотрим, в момент наслаждения жизнью, он тоже такой успешный, красивый, классный, весь все у него хорошо, и он чувствует себя там условно королем. И четвертый тип мужчин, это мужчины, которые сделали себя сами, да, это те мужчины, которые выросли в простых семьях, и которые сами создали себя, их называют self-made, есть такой термин, которые создали себя с нуля, без связи, без поддержки, без родителей. Зачастую эти мужчины прошли и огонь, и воду, и медные трубы, зачастую эти мужчины прошли много сложностей, много ям, много депрессий, да, и их результаты, они стабильны, они регулярны. И зачастую эти мужчины не просто держатся за какой-то там условно текущий результат. Обычно им интересно все больше, больше и больше результаты. И знаете, когда-то мои родители говорили, вот тот миллионер, а зачем ему столько миллионов, вот у него же есть миллионы, почему он не расслабится, ой, какой он жадный. И я тоже когда-то задумался, ну вот почему так? А теперь я понимаю, потому что это просто стиль жизни, потому что это такое мышление, идет гонка не за деньгами, тут идет гонка не за потребительством, да, и, кстати, зачастую такие мужчины, они не супер там тратят налево и направо. Да, они тратят, но не как, например, первый тип мужчин. Понятно, что можно еще выделить пятый, шестой тип, но я выразил свое мнение, то, каким я вижу этих мужчин. И вы задаете вопрос, Ярослав, а как понравиться успешному мужчине? А как привлечь успешного мужчину? А какие женщины нравятся успешным мужчинам? Вот я могу сказать, что первый тип мужчин вообще не знает, какие им девушки нравятся. Они ищут такую влюбленность, эмоции, они там влюбляются в какую-то девушку и выкладываются на нее по максимуму, и пока есть страсть, эмоции, влюбленность, все хорошо. Потом влюбленность проходит, все становится хуже. Если мы возьмем четвертый тип мужчин, то тут по-другому. Если мы возьмем третий тип мужчин, особенно яркие их представители, это те, которые сидят на должностях, там вообще другое мышление, да, они вообще часто такие черствые, жесткие, циничные, да, нечеловечные. Я сейчас ни на кого не намекаю, никого не хочу оскорбить, я просто делюсь наблюдениями. Мне кажется, грамотнее формулировка вопроса не как понравиться успешному мужчине, а ты определись, какого мужчину ты хочешь. Потому что бандит тоже может быть успешным мужчиной с виду. Если ты привлекаешь бандитов или тебе нравится, ты должна понимать, какую цену ты за это заплатишь. Если мы, например, возьмем четвертый тип мужчин, то это мужчины зачастую трудоголики, это трудяги, которые много работают, много трудятся. Если мы возьмем первый тип мужчин, зачастую у них больше свободного времени, они наслаждаются, кайфуют, ездят по отдыхам, они больше склонны к изменам, больше склонны иметь там любовниц, потому что их задача потреблять и кайфовать. Я сейчас не осуждаю, я просто рассуждаю вслух, а ты для себя тоже размышляй пока, какой мужчина тебе ближе. Напиши, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях под этим видео, какое твое мнение, какие мужчины тебе ближе. Понимаешь ли ты разницу даже между этими типами мужчин? Может быть, ты выделишь свой тип, который вот какой-то часто встречающийся мужчина. Еще раз, мы сейчас здесь не говорим про условно слабых мужчин, условно сдавшихся мужчин, да, или там маминкиных сынков. Кто не хороший, не плохой. Важно различать, кого ты хочешь. Мне кажется, что важно стремиться к своему соответствию. И не то, что важно выбирать. Ты хочешь ты этого или нет, ты в любом случае привлекаешь тех мужчин, которым ты соответствуешь на сегодняшний день. Но важно понимать, что любое соответствие можно изменить через изменение себя, через трансформацию себя. И не надо путать, пожалуйста, трансформацию себя с изображением себя. Очень многие путают, что наш, например, женский тренинг, бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция» или платный онлайн-курс «Путь женщины», что мы учим кого-то из себя изображать. Мы учим быть в хорошем настроении, мы учим улыбаться, если ты не хочешь улыбаться, мы учим быть благодарным, если не хочется благодарить. Это все фигня, это имитация, это не работает. Наша задача, наша миссия, наша суть – научить тебя трансформировать себя. Какая ассоциация у многих? Обучение – это что-то новое. Но по-честному, чем мы занимаемся? Мы откидываем лишнюю шелуху, мы откидываем лишнее. И я считаю, что один из этапов развития важных и фундаментальных перед тем, как получать что-то новое, нужно откинуть лишнюю, навязанную, неэффективную фигню. И тогда у тебя откроется пространство для твоего света, который есть внутри тебя. И по-честному, в большей степени, мы занимаемся этим. Понятно, что мы и учим новому. Даже если ты откинешь неэффективные стратегии, это уже сильно может изменить свою жизнь. Более подробно об этом мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться бесплатно. Если это видео для тебя было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!